Около 30 обращений от граждан принял помощник президента инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. 14 вопросов жителей региона задали в ходе прямой телефонной линии. Еще с 15 пришли на личный прием, который был организован на Светлогорском райисполкоме. Спектр поднятых тем широкий, предложения и просьбы значительно преобладают над жалобами. Граждан, к слову, волнуют жилищно-коммунальные вопросы, в частности, капитальный ремонт домов, дорог и мостов региона, организация безопасного дорожного движения, создание безбарьерной среды, хранение памяти о жертвах Великой Отечественной войны. По многим обращениям звонившие сразу же получили развернутые ответы. К тем, чьи вопросы требуют рассмотрения, были направлены специалисты с целью определения всех нюансов проблем. Участие в выборах, производственный травматизм и мониторинг цен в магазинах. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда встретился с профсоюзным активом Гомельской области, а также посетил сельхозпредприятие Брилева. По словам Михаила Орды, во время таких встреч всегда обсуждаются вопросы, которые требуют большего внимания со стороны профсоюзов. Травматизм и гибель людей на производстве – эта тема всегда должна быть на первом месте. Тем более, что статистика в этом году неутешительная. Главной же темой встречи стали выборы в Палату представителей. На заседании горосполкома обсудили итоги социально-экономического развития областного центра за 9 месяцев 2019 года. Иностранные инвестиции и экспорт продукции и услуг. В этих сферах серьезный прирост. Почти 40 миллионов долларов вложения иностранного бизнеса в экономику города. Это вдвое больше, чем было запланировано. Экспорт товаров увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом. Расширилась и география. Предприятия Гомеля поставляют свою продукцию в 78 стран мира. Строительство и IT-сфера стали драйверами для роста показателей экспорта услуг. Растет и зарплата почти на 13%. Значительно уменьшилось количество убыточных предприятий. Пообещали быть добросовестными, высоко нести честь и достоинство своего звания и успешно овладевать знаниями. 62 первокурсника лицея при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь в торжественной обстановке принесли клятву лицеиста. На церемонии присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко. Также свидетелями церемонии стали старшие товарищи новых лицеистов, родители и педагоги. Словоклятвы на этом плацу звучали в 16-й раз. За время существования лицея ее принесли почти 700 учащихся.